Друзья, всем привет! Продолжаем тему перекупства, надо ее разгонять бегом-бегом-бегом, потому что времени прошло много уже, а так как мы в Эстонии, у нас все немножечко так спокойно и не быстро получается, все сошлось. Традиционно на прянике в этой серии, так как в прошлой серии, твой комментарий Валерий Куренев, свяжись со мной, инстаграм, телеграм. И так может быть всегда, если чей-то последующий комментарий будет набирать много лайков, я делюсь с вами чем могу, немножечко выделяю косарь на прянике. В прошлой серии Александр победил и любезно отказался и выделил нам в проект, можно сказать, пообщались напрямую и, собственно, спасибо тебе большое еще раз, всегда приятно, вы мне, я вам чем могу, всегда помогу. Валерий, комментарий, я родился в Эстонской ССР, то есть это было здесь, прям далеко ходить не надо было, просто было другое государство, а сейчас все поменялось и так всегда происходит, в принципе. Всю жизнь прожил, да, в Таллине, Эстония. В принципе, тебе в комментарии уже ребята ответили, так оно и есть, по статистике, по аналитике и по допросам-опросам, может быть, параметры другие, но мне кажется, все-таки 50 на 50, реально, концентрация. Ребята, тройка, я продал тройку, а не может быть, а да, на самом деле смотрели каждый день, даже по два раза было и я даже переносил, мне не было времени, что, ну приезжали просто, блин, цена на самом деле, я поставил 3 300, я бы даже меньше поставил. Во-первых, она вышла в 2 500 и, ну реально, они дорогие, я поставил за 3 300 и это было самое дешевое и все, следующие там в хороших прям состояниях, открашенных, блин, не особо-то лучше и моей, они там вообще по 6-7 проскакивают, ну это сильно на любителя. А, да, приходили ребята, докапывались, кондиционер у меня там заканчивал, вся, и легкие там звуки по кондиционеру были в итоге, я его просто заправил, все работает, все прекрасно. Ну, блин, по факту, не знаю, я там вообще не знаю, до чего доколопываться, мы все навесное поменяли, крылья, да, мы не спасали, мы их перекрасили, как бы, ну там максимально протравили, что смогли, да и бог с ними. Накидное, крылья стоят копейки, в итоге, да, приехал парниша, молодой, все забрал и самый прикол, я долго вспоминал, горели или нет, на эту бэху были установлены Angel Eyes, прикольные ксеноновые, с блочками такими отдельными, ну, которые разжигают эти ксеноны. По-моему, они горели, причем я даже по старым выпускам пытался отмотать, посмотреть, так и не понял, горели они или нет, заказал я эти блоки, звонит доставщик мне, говорит, Лех, блоки твои пришли, можешь забирать, только я закрываюсь завтра тогда. Я говорю, не-не-не, а можешь меня привезти прямо сюда, потому что у меня через 20 минут ребята смотрят машину, и я бы тогда все сразу им туда и установил, он говорит, ладно, давай, я сейчас подъеду. В итоге, пока он вез, они уже позвонили, мы приехали, я, короче, еду показывать эту бэху, приезжает Роберт, оператор, говорит, все, я на базе, я говорю, Роберт, там привезли блоки для ксеноновых, говорит, да, вот у меня в руках. Я говорю, вот, не отпускай и вези мне, потому что бэху забирают. А, ну, один и второй, здесь пол, все верно. Тут у меня лапки, мы понимаем, что это советует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Параллельно мне предложили Бэху, копейку Десятого года По оснащению уже, который идет как фейслифт Одиннадцатого и дальше Но еще в старом кузове, но в М-пакете вся Интересный вариант, денег у меня нет Машина дорогая Человек хочет пять тысяч за нее В объявлении она стоит за шесть сейчас Но много того, что Не мешало бы мне поделать Ее, короче, отпинали ногами за что-то Может припарковал Может просто BMW кто-то не любит Щербаков Леха шел Опять петушиная машина И делать надо ее Немножко приводить в порядок Ориентировочная цена таких машин Шесть пятьсот тире десять Откуда я взял эти цифры У нас можно там на главном автопортале Вбить номер машины И он тебе выдает диапазон цены Сколько примерно такая машина может стоить Исходя из номера конкретной машины Ну и комплектации И т.д. и т.п. Короче У меня есть мысль предложить Парниш То, что я получил сейчас на руки А остальное однажды Я ему отдам Точно обещаю И это будет неизвестно когда Потому что если он согласится То есть что-то у меня должно продастся И тогда с тех денег может посад Я ему отдам остаток Пойдем сейчас договариваться пробовать Написал подписчик Говорит, Леха, есть интересная БМВ Копейка М-пакет 2010 год В интересной комплектации ВМ-комплектации И 2.0 и Турбо От завода На 150 кВт Это порядка, наверное Сколько-то там сил 204 лошадиных силы Дизельная Бэшка Копейка Задний привод Экономная Может даже кому-то такая нужна Цена машины Как мне помнится Он мне предлагал Месяц назад Говорил 4500 Я почему-то так помню Сейчас с ним связался Говорю Вроде как будто интересно Потому что Тройка продалась Чему я несказанно рад И Как будто нужна замена Да Хотя Бэха Такое сомнительное Удовольствие всегда Что В общем Это Копейка Она стоит С его стороны 5000 Короче Меня какие-то такие Терзают Смутные сомнения С одной стороны Разброс цен на них Вообще какой-то огромный То есть Есть Нив М Комплектация С обычным мотором Вообще там За 3500 И одновременно Есть такая же Еще даже С более мощным мотором Вообще За 7800 Но Это вся пофигачная Со всех сторон Там что-то И крышка багажника Мята И там коцка И тут коцка Короче В нем это вкладывать При этом Он уже выставил Объявление За 5600 Вариант Такой Что Я даю ему Сейчас 2500 Потому что За 500 Нам надо Сейчас купить Еще одну машину И Остальные 2500 Я им отдам Когда Соответственно Они у меня будут В продаже Может быть Даже той же Копейки Которую Если мы сейчас Возьмем Я считаю Это самый Такой Целесообразный Вариант Потому что Считаем Мы покупаем У него Просто По рыночной Цене Даже Не по низу Рынка Просто Берем Покупаем Машину А ему Хорошо Что гарантированно Продаст Считай За свои же Деньги Сейчас Она стоит 5600 Но любой Кто придет Даст Даст Соответственно Он продаст А если Давать Деньги Прямо Если бы Была Вся Сумма То 4500 Я бы Дал Максимум Поэтому Я Предложил 5 Так как Все это Пойдет Дело В рассрочку Типа Ну и Плюс Я Понятно Никуда Не пропаду Меня Легко Найти Сложно Потерять Наоборот Как говорится А что здесь Тритрейс не собирают Дрифти не хочу А здесь же Жилые дома Все верно Здесь даже Как-то было Привет Привет Красотка Ты мне нарисовал Ты нарисовал Свежее Вижу Жалко Так что она у тебя Стоит Везде Во всех Объявах Конечно Ж Все норм Да Мотор Окей Слуха Да Все сделано Все поменено Чуть Тосолом Пахнет Даже Спец Переклеив Пойдем Вот Мне просто интересно Вообще Кто их покупает Такие машины Кроме нас И вас Вроде ездят Какие-то Да Причем И сегодня Все что видел Они были еще сильнее Одна сегодня Тоже на встречу Просто Вся бочина Расхерачена А кондиционер работает Да Если интересно Как раз Куда он Сидеет Что Сидеет Я понял А через как он, через сцепу, а, ну да, так, так. Через сцепу это заводской, приходим, а без сцепы. Угу. Ну, я прокачусь, да, можно, значит, как. Есть очень стрёмный момент, что она едет во все стороны. И не от того, что она, типа, прям такая мощная, там по подвеске вот, или мост, или что-то. Ну, то направо, то налево, то тормозишь тебя в одну сторону, то, ну, просто вот она, вот так вот, как будто. Ну, прям аж как-то вообще неприятно так. Ну, звук, да, офигенный. Едет нормально. У меня, ну, опять же, я как тебе и предлагал, у меня только один вариант, полсуммы, сразу полсуммы, как она появится. И одновременно, я думаю, вообще, ну, это же ее надо будет, то есть она выйдет где-то в 6-6500, мне, наверное, даже. Ну, пусть будет в 6, если самому себе там все это ковырять, ставить ее за 6500 на продажу, при том, что за, ну, сейчас же всякую тебя смотрели, да, кто-то уже? Ну, пару ребят приезжал. Ну, я год назад покупал за 6500 с убитой подвеской, с тормозами, с тягущим мотором, со всей храной. Масло менялось регулярно, там даже у меня на пенечке все это не старалось, потому что я поеду с 40, ближе к 40 тысячам я отъездил, каждые 5 тысяч, а у меня отъеду мою приколку. Тебе сейчас все 2500, да, дайте тогда? На. Так, резину, 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 я, может, даже найду. А у вас монтажка есть? Может, я тебе привезу резину или у тебя есть там какая-то? Я помню, здесь 25-й был комплект хороший. 25-й, наверное. Не будет. Монтаж. Ну, давай, да, я тебе завезу, может, глянешь там, да, там сделаешь эти моменты. Ну, чё, ладно? Чё время тратиться? Надеюсь, всё быстро вынести. Надеюсь, она предоставит вам столько же ремонта, сколько и мне. Особенно, да, когда мы с ней будем… Успеете покататься? Да я, наверное, даже по минимуму буду. Опасно. Бэхи-то и нету. Короче, под честное слово отдал полсумы. Всё, как вы видели, договорились. Цена, мне кажется, подарочная для него, не для меня, а купили, мне кажется, всё-таки дорого. Но условия, с другой стороны, хорошие в плане, что не надо всю сумму выкладывать. То есть, по бюджету эта машина должна, я надеюсь, очень продаться по среднему рынку и продаваться она должна будет за 6500. Блин, как-то космос, я даже не думал, что такие дорогие. Но оснащение прикольное у неё, там, блин, широкий телек, у меня на 7-е такое же всё. Один в один мультимедиа, вся вот с интерфейсом, всё прикольно. Блин, тройка ещё. Ну, всё, вообще подогревы, там, круизы, трекшены. Адаптивный фар, кстати, у него даже, там, у него динамик, синон. Не просто, да, именно динамик, синон. Фалит вообще сумасшедшая. Ну, я толком даже, вот вы видели, я что-то походил вокруг, и всё, он сел, уехал, я ему деньги дал. Мы даже никаких бумаг не написали. Но я как бы знаю, где он работает. Не пропадёт, да. И сейчас он забрал, мне не понравилось, немножечко такое, есть какое-то гуляние-виляние. Но эта резина у него разная стояла, какого-то фига. Вот я ему завтра отвезу комплект резины нормальной, которая должна стоять по размеру на этой бэхе, в пятницу, непосредственно, когда вы уже смотрите это видео. Я только её заберу, вот сейчас, наверное, как раз забираю её, и, соответственно, еду, еду забирать. Мне один перекуп предложил одну Шкоду Октавию. Интересную, площадка некая, которая открылась у нас тут вот под боком, очередная маленькая, частная. И, ну, об этом я уже расскажу вам, ребят, в следующей серии. Так что будет, где-то она есть там, на подъёмнике, наверное. В общем, да, он поправит свои косяки. Куплена копейка. Едем уже в следующей серии за некой Шкодой Октавия, дизельной, на кожаном салоне, там со всякими плюшками, по цене, там хорошая цена, а тут дорого. В общем, следите. Сам в шоке от происходящего. Надеюсь, скоро всё свершится. Вам всего хорошего, хороших выходных. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте. Ну, всё, да, до свидания. Друзья, время идёт, продолжаем, всем привет. Прикольно, у меня просто-таки поток мыслей пошёл. Я хотел одно, потом вспомнил другое. Твой комментарий, Валерий Куренев, свяжись со мной. Инстаграм, телеграм. Что? В прошлом ролике твой комментарий чужой. Да, в этом ролике побеждает Валерий Куренёв. Потому что в прошлом ролике его комментарий, соответственно, набрал больше всего лайков. Ты понял меня? Просто вкидываешь каких-то... Я туда-сюда, пенопласт летал-шатал, стройка ведро-пылесос. Да, почешу-ка я нос. Да, после выходных так бывает. Субтитры сделал DimaTorzok